Корпус называется Corsair 570X RGB серия Crystal, новая, красивая, стеклянная. И с этим корпусом у меня уже связано две прикольные истории. Первая история, он приехал ко мне месяц назад, когда об этом корпусе не было вообще ничего известно, его не было даже на сайте corsair.com. Были только утечки на каких-то супер отдаленных сайтах, а он уже был у меня. Вторая история, это то, что на второй день пользования этим корпусом у меня кое-что в нем сгорело. Мне нравится качество корпусов и блоков питания Corsair, водянки у них тоже неплохие, а вентиляторы вообще потрясающие. Но тут факт есть факт, у меня сгорел блок управления подсветкой этих трех вентиляторов. Вентиляторы здесь, кстати, очень интересные, я их впервые видел на Тайване, на выставке Computex 2016. У них полупрозрачная крыльчатка, а изнутри крыльчатки светят светодиоды, RGB. И все это настраивается через специальный контроллер, который у меня как раз и сгорел. Спойлер на весь обзор вперед. Единственный недостаток этого корпуса – это его же вентиляторы, поэтому рассказываю о них сразу. Про подсветку я уже рассказал. Есть еще у меня недовольство их шумностью. Они подключаются тремя контактами, не четырьмя. Обороты регулируются очень и очень слабо, а крутятся они на 1400 оборотах. Этот комп у меня вместе стоял в спальне. И, понятное дело, в спальне было очень некомфортно с такими оборотами. Было шумно. Вот просто пылесос под ухом стоит. В конечном итоге, через какое-то время я настроил в биосе так, чтобы вентиляторы запускались только при определенной температуре железа. То есть, когда я сижу уже в наушниках и играю, только тогда они запускаются. Но давайте по-честному. Шумность корпуса – это чистый субъективизм, кто к чему привык. И я привык, когда из корпуса доносится гробовая тишина, оттуда ничегошеньки не слышно. Этот корпус не так уж сильно шумит, как вам может казаться. Он просто подсасывает воздух. И вы, кстати, видите, да? Да? Сейчас расскажу. Стекло выглядит офигенно с любой стороны. Даже сзади, когда видно зеленый текстолит на жестких дисках, когда видно текстолит материнской платы. Это офигенно. Этим корпусом хочется наслаждаться со всех сторон. Стекло, кстати, закаленное. Оно немножко затемненное. Оно не бьется и очень сильно оставляются отпечатки пальцев. Прикручивается, кстати, вот такими вот интересными болтами с резиновой прокладкой, для того, чтобы вибрации через болты на стекло не передавались. И сейчас как раз я расскажу про кабель менеджмент, который здесь тоже немножко такой себе. Играться в кабель менеджмент я не люблю, поэтому у меня все выглядит вот так. Места для кабель хаоса возле блока питания очень много, тем более с другой стороны все это перекрывает кожух и хаос не видно. Вот этот вот жгут кабелей можно перекрыть вот такой вот металлической штуковиной. Но мне было настолько трудно ее поставить, что я ее просто не поставил. Но если эти кабели привести в порядок, то можно перекрыть и будет еще больше красоты. Есть только два места для 3,5-дюймовых дисков и два места для 2,5-дюймовых дисков. Больше диски поставить некуда, разве что на материнку SSD диски в формате M.2. Вот это, кстати, контроллер подсветки вентиляторов, о котором я уже рассказывал. Именно он у меня сгорел. Причем очень странная штука. Есть управление подсветкой здесь сзади под стеклом, непонятно зачем. Когда вверху есть все те же кнопки для управления подсветкой. То есть непонятно зачем под стеклом сделали дополнительный пульт. Отверстия для кабель менеджмента здесь довольно большие и прорезиненные. Мне нравится, как они выглядят. Есть петли для подвязки кабеля. Их немного, но они в ключевых местах. Огромное место для кабеля питания процессора. Огромное окно для установки системы охлаждения на процессор уже после установки материнки в корпус. В плане проводки кабелей у меня никаких проблем не было. Изначально в корпусе стоит три вентилятора, о которых я рассказывал. Только три, только спереди и только на вдув. Сзади вентилятора нет. Хотя вы сюда можете поставить 120-ку, либо 140-ку. Выбирайте сами. И я бы, кстати, все-таки один вентилятор сюда именно поставил. И вот эти вентиляторы я бы все-таки снимал, если вы хотите собрать тихую систему и поставить вместо них либо три 120-ки, либо две 140-ки, либо вообще водянку наперед. Вверху тоже два места для двух 140-ок, либо двух 120-ок. Внизу вы здесь можно прилепить одну 140-ку, либо одну 120-ку. И вот здесь очень много места для системы кастомного жидкостного охлаждения. И это, кстати, хорошо. Корпус сделан именно под кастомную водянку. В общем, с этим охлаждением на стандартных оборотах у меня получились неплохие температуры. С шестиядерный Core i7 с вот этим вот охлаждением у меня прогрелся до 59 градусов. Видеокарта 1080 референсная нагрелась до 83 градусов. И я считаю, эта температура хорошая. Сюда становится процессорный кулер высотой до 170 мм. Мой Be Quiet Dark Rock Pro 3 Pro 3 Pro 3 поместился сюда без проблем. Видеокарта помещается длиной до 370 мм, но только при условии, что вы не будете ставить сюда кастомную систему жидкостного охлаждения. Но я бы все-таки водянку сюда поставил. Не кастомную, закрытого охлаждения поставил бы четко наперед, на процессор. Отлично, что пылевики есть везде, где забирается воздух. Спереди воздух забирается, стоит огромнейший пылевик. Отсюда, досюда, перекрывая его от стенки до стенки. Пыль не пролезет. И у меня, кстати, собрался довольно-таки толстый слой войлока. Внизу тоже огромный и длиннющий пылевик. Огромный и длиннющий. Вверху он от начала и до конца. Снова-таки на всю ширину. Это офигенно. Но недостаток все-таки есть. Пылевик снимается только после съема стекла. То есть стекло нужно раскрутить, залапать пальцами и потом снимается пылевик. Потом нужно в перчатках это стекло одеть обратно и аккуратно закрутить, чтобы не остались отпечатки. Резинки от вибраций есть на креплениях под жесткие диски, есть на креплениях под стекло, на болтах для стекла, есть под блоком питания, есть в основании корпуса вообще толстенные широченные резинки. Но все-таки стекло у меня изредка дребезжало и это было слышно. Я подкручивал крепления и ничего не было. Corsair в Украине до сих пор официально не продается, хотя слухи об этом появились еще больше полугода назад. Поэтому, друзья, у меня к вам просьба. Давайте поставим под этим видео тучу лайков, чтобы российский офис Corsair увидел, что мы хотим покупать их офигенную продукцию. Официально, с хорошей гарантией и пользоваться этими офигенными корпусами и блоками питания. Так что переходим на наш сайт, покупаем другие корпуса, пока Corsair не продается. Ссылки есть еще и в описании, здесь кнопка для подписки. Меня зовут Просто Руди, мы с вами еще обязательно увидимся.